Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео хочу вам показать, как связать вот такую замечательную шапочку. В зависимости от выбранного цвета, вы можете связать такую шапочку как для мальчика, так и для девочки. Единственное, что для девочки, я рекомендую вам шапочку немножечко украсить какими-то бантиками, пуговичками, брошками. Если будете вязать для мальчика, то просто выбираете оттенок цвета для мальчика, то есть это голубые, какие-нибудь серенькие, зелененькие. И вяжете просто вот такими жгутиками. Шапочка украшена помпоном, связанная с ушками, причем ушки у нас двойные, тепленькие, не нужно никаких здесь плисовых подкладов. И точно так же ушки вязать я буду в одну ниточку, как и вся шапочка. Не нужно утеплять ушки в две ниточки, здесь и так будет двойная вязка. То есть посмотрите, ушко у нас двойное, тепленькое, не будет продувать. И конечно же большой плюс, то что эта шапочка на завязочках. Подходит на обхват головы порядка 45-49 сантиметров. И высота данной шапочки от резиночки до макушки 16,5 сантиметров. Если в принципе глубина ребенка чуть-чуть выше, чем 16,5 сантиметров, то здесь благодаря ушкам у нас будет еще высота, то есть у вас ушки ребенка будут под ушками вот этой шапочки. Вот, то есть подойдет в принципе для ребенка где-то от 11 месяцев до 2 лет. Почему такая большая разница? Потому что бывает ребенок в 4 года с окружностью головы как в 2 года. Точно так же и наоборот, в 2 года уже имеет большую окружность более, допустим, 50 сантиметров. То есть как уже ребенок 4-5 лет. Вот, с таким я сталкивалась, поэтому вы уже смотрите на свое усмотрение. Здесь шапочка, еще раз повторюсь, не требует флисового подклада. Она довольно-таки плотная в вязании. Вот здесь вот рисунка и благодаря двойному вот здесь вот изгибу резинки и двойным ушкам является очень тепленькая. В принципе подойдет на холодную осень, в зиму даже. То есть в принципе довольно-таки неплохая. Итак, определяетесь цветом шапочки и приступаем к вязанию. Для вязания нам понадобится пряжа. Я буду использовать фирму Alize серия Lana Gold. Это полушерстяная пряжа 240 метров в 100 граммах. Немножечко толще пряжа, чем классическая. Более подробно вы сможете посмотреть отдельное видео этой пряжи. Ссылочку оставлю под этим видео, смотрите ниже. Далее буду использовать два размера чулочных спиц. Можете заменить их круговыми. Номер 3 и 3,5. Теперь буду использовать дополнительную спицу для кос номер 3,5. Как и основное вязание у меня будет спицами 3,5. Можете заменить обычной прямой спицей меньшего размера. То есть для переплетения жгутиков. Теперь нам понадобятся ножнички и сантиметр. Рапорт моего узора составляет 22 петельки. Я решила вязать 5 рапортов, так как один рапорт в ширину составляет 7,5 сантиметра. Теперь смотрите. Для 5 рапортов нам нужно набрать 110 петелек. Но так как рапорт узора резинки 2х2, изначальной, которой мы будем оформлять шапочку, составляет 4 петли. 110 на 4 не делится. Делится 108. Поэтому я буду набирать 108 петелек. А затем при переходе на основной узорчик я добавлю 2 петельки в первом ряду. Смотрите. Набираем 108 петелек плюс 1 петельку для того, чтобы замкнуть наше вязание в круг. Набираем на 2 спицы, затем распределяем на 4 спицы. Хотите, можете посчитать количество именно на 4, чтобы делить. 100 на 4 это 25. И 8 на 4 это получается по 27 петелек. Мне так будет не совсем удобно вязать резиночку 2х2, поэтому я изначально разделю на 4 спицы такое вот количество непроизвольное, то есть не буду отсчитывать. А затем при вязании уже резиночки распределю равномерно, как будет мне удобно. Распределяем петельки на 4 спицы и замыкаем вязание в круг. Берем крайние спицы в руки, первую и четвертую. И теперь нам нужно для замыкания в круг вязание с правой спицы на левую переодеть последнюю набранную петельку. Затем первую набранную петельку мы одеваем на последнюю и спускаем полностью с левой спицы. Вот так. Теперь возвращаем петельку обратно на правую спицу и короткий краешек ниточки тянем вверх, а рабочую ниточку тянем от себя. Вот так. Вот таким самым простым способом я замкнула вязание в круг. При этом обязательно проверьте, чтобы у вас не были перекрученные спицы с петлями. Все должно быть ровно изначально. И лишь после того, как вы проверили, берем пятую спицу в руки, если у вас круговые спицы, отлично, просто продолжаете вязать по спирали. Мы начинаем формировать первый ряд резиночки 2х2. Для этого вяжем первую и вторую петлю лицевыми и третью и четвертую петлю изнаночными. Снова две лицевые, две изнаночные. Две лицевые, две изнаночные. Вот так я буду вязать до самого конца ряда первого все четыре спицы, чередуя две лицевые, две изнаночные. Вот такой раппорт узора резиночки 2х2, состоящий всего лишь из четырех петелек. Первый ряд довязан. И в дальнейшем будем ориентироваться по вот этой ниточке, где у нас начало и конец ряда. Теперь, начиная со второго ряда, нам нужно связать по пятнадцатый ряд. То есть смотрите, первый ряд мы с вами связали, еще вам осталось связать 14 рядочков. Второй ряд, как и все последующие 14 рядочков, будем вязать над двумя лицевыми две лицевые, над двумя изнаночными две изнаночные. То есть раппорт в высоту составляет нужное количество рядов для ширины резиночки. Нам нужно связать сейчас половину двойной высоты резиночки, то есть высоту в сложении. У меня высота в сложении будет широкая, я не люблю узкие резиночки, где-то порядка 6 сантиметров. Вот нам сейчас нужно эти 6 сантиметров связать резиночкой 2х2. После того, как свяжете 15 рядочков резинки 2х2, меняем направление. То есть смотрите, вяжем раппорт узора, две изнаночные уже, две лицевые, две изнаночные, две лицевые. То есть над лицевыми предыдущего ряда вяжете две изнаночные, а над изнаночными предыдущего ряда вяжете лицевыми. Так нам нужно связать высоту второй части резиночки, но в 13 рядочков. То есть первая у нас 15, вторая 13. На два ряда уже, чем первая часть. При этом мы уже начиная со следующего ряда, то есть уже фактически с 14 ряда второй части, начнем уже вязать первый ряд раппорта узора. Связав полностью резиночку, мы сделали посерединке такую вот грань. При отвороте у вас четко будет держаться отворотик хорошо и не будет, скажем, заворачиваться край постоянно. То есть если бы мы связали полностью всю высоту резиночки резинкой 2х2, то потом при отвороте у вас получился бы такой вот круглый край. Не очень это аккуратно смотрится. Вот, поэтому мы сделали такую вот четкую, скажем так, грань, четкий переход из одной части во вторую часть резиночки. И вот он, наш отворотик готов. Теперь приступаем к вязанию уже непосредственно самого рисунка шапочки. Вот она наша ниточка, то есть начало, вот она первая спица наша. И начинаем вязать следующим образом. Первые две у нас идут изнаночные. При изменении второй части у нас уже две изнаночные. Так мы и вяжем две изнаночные. Далее у нас идут две лицевые. Две лицевые мы свяжем с наклоном влево, то есть делаем перекрещивание. Смотрите. Снимаем две петли лицевые на правую спицу. Затем одеваем сначала первую петлю, вторая остается за работой. И затем одеваем вторую петельку обратно на левую спицу. Затем вяжем первую лицевую, затем вяжем вторую лицевую. Вот таким вот образом мы сделали перекрещивание в левую сторону. Затем у нас идут две изнаночные. Так и вяжем промежуточные две изнаночные. Затем нам нужно провязать четыре лицевые петли. Четыре лицевые петли это у нас жгутик. Вот мы вяжем один, два, три, четыре. Если по ширине брать, то вот он наш самый маленький жгутик из двух лицевых. Затем идет средний жгутик из четырех лицевых. Далее у нас идет перепонка из двух изнаночных. Затем две изнаночные петли мы свяжем лицевыми, перекрещенные влево. Снимаем на правую спицу, затем одеваем сначала первую петлю, вторая остается за работой. Затем возвращаем на левую спицу вот так вот первой петлей и вяжем две лицевые петли. Один, два. Связали две лицевые с перекрещиванием в левую сторону. Далее снова у нас идут две изнаночные и вяжем шесть лицевых. Самый большой жгут. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Связали шесть лицевых и вот он наш первый раппорт из 22 петель готов. Повторяем все с самого начала. Две изнаночные, две лицевые. Две лицевые, вот эти вот наши, которые сейчас будем вязать на изнаночных петлях, нужно сделать с перекрещиванием в левую сторону. Сначала одеваем первую петлю, затем одеваем вторую петлю. И вяжем первая лицевая и вторая лицевая. И все лицевые петельки, по две петельки в этом ряду мы будем перекрещивать. Связали две лицевые, наш маленький жгутик. Теперь снова вяжем две изнаночные. Затем идут четыре лицевые, это наш средний жгутик. Один, два. И уже у меня идет следующая спица, я довязываю третью и четвертую лицевую. Наш средний жгутик, четыре лицевые. Затем вяжем две изнаночные, две лицевые перекрещенные в левую сторону. Сначала первую одеваем, потом вторую и вяжем две петли лицевые. Затем две изнаночные и шесть лицевых. Один, два. Три, четыре. Пять, шесть. Закончили второй раппорт. Так получилось, что я связала все на одну спицу. Ничего страшного, я потом распределю это на следующую спицу. Теперь смотрите, берем уже вторую спицу большего размера и вводим в работу вместо маленькой. И повторяем снова третий раппорт узора. Две изнаночные. Затем две лицевые перекрещенные влево. Одеваем сначала первую, вторую оставляем за работой и возвращаем на левую спицу. И вяжем две петли лицевые. Затем идут две изнаночные промежуточные. Четыре лицевые. Средний жгутик. Один, два, три, четыре. Затем идут снова две изнаночные. Две лицевые перекрещенные влево. У нас сейчас идут две изнаночные. Мы перекрещиваем их и вяжем лицевыми петлями. Один, два. Затем снова две изнаночные. И шесть лицевых. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Закончили третий раппорт. И повторяем уже на следующую спицу я буду вязать четвертый раппорт. И последний, пятый раппорт. Всего у нас помещается на шапочку пять раппортов по 22 петли. И повторяю сначала. Две изнаночные. Затем две лицевые перекрещенные влево. Маленький наш жгутик самый. Затем снова промежуточные. Две изнаночные. Четыре лицевые. Средний жгутик. Один, два, три, четыре. Две изнаночные. Снова наш маленький жгутик из двух лицевых. Снимаем на правую спицу. Затем возвращаем первую петлю. Вторая остается за работой. И вторую возвращаем на левую спицу. И вяжем две лицевые. Затем промежуточные. Две изнаночные. И шесть лицевых. Один, два, три, четыре, пять, шесть. И остается у нас последний пятый раппорт. Я беру спицу большего размера и вяжу последний раз. Две изнаночные. Далее у нас две лицевые перекрещенные влево. Снимаю на правую спицу, одевая сначала первую петлю, вторая за работой. Затем подтягиваю вторую петлю и вяжу две лицевые. Дальше у нас идут две изнаночные. Затем нам нужно провязать четыре лицевые. Поэтому я вяжу один, два. Теперь из изнаночной вывязываю две петли. Смотрите, как я делаю. Я беру за переднюю стеночку, вяжу лицевую, не снимая со спицы с левой. Вяжу еще за заднюю стеночку лицевую и лишь после этого снимаю со спицы. Таким образом у меня получилось добавление одной петли. Как вы помните, нам нужно было добавить две петельки. Вот я одну сейчас добавляю. Вяжу четыре лицевые. Получается вместо трех лицевых я связала четыре. Затем идут две изнаночные промежуточные. Две лицевые с перекрещиванием влево. Я меняю лицевую и изнаночную. Местами вяжу сначала изнаночную, затем лицевую. Затем две изнаночные промежуточные. Я вяжу первую, вторую изнаночную и шесть лицевых. Смотрите, как я вяжу. Первую лицевую я вяжу лицевой. Далее с изнаночной снова с передней стеночки и с задней стеночки вяжу прибавления. То есть у меня получается уже три лицевые. И довязываю до конца три оставшиеся лицевые. То есть я сделала два прибавления, о которых говорила в начале. Мы набрали 108 петель вместо 110. Вот. Таким образом я добавила петли. Теперь меняю полностью все уже последнюю спицу и продолжаю вязать. Можно было бы в принципе по идее оставить два рапорта узора на одной спице. Это удобно для того, чтобы не запутаться в рапортах. А остальные три по одному рапорту на каждой спице. Но я сейчас посмотрю, если мне будет удобно вязать два рапорта на одной спице, я так и оставлю, чтобы не запутаться. Вы хотите, можете распределите на четыре спицы все пять рапортов. Итак, второй ряд у нас будет вязаться так, как второй, так и четвертый, шестой, восьмой и так далее. То есть все четные ряды, второй это четный ряд, будем вязать по рисунку. То есть смотрите, у нас сейчас первые две изнаночные петли. Я вяжу две изнаночные. Далее у нас идут две лицевые, перекрещенные влево. Я вяжу просто две лицевые, ничего не меняя. Затем у нас идут снова две изнаночные. Я вяжу две изнаночные. Затем идут четыре лицевые. Я вяжу четыре лицевые, без изменения по рисунку, как ложатся петли. Далее идут снова две изнаночные. Я вяжу две изнаночные. Две лицевые перекрещенные. Я вяжу просто две лицевые, не перекрещивая. Затем у нас идут две изнаночные. Один, два. Так и вяжу две изнаночные. И шесть лицевых. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Вот мы связали первый рапорт узорчика просто по рисунку. Смотрите, ничего не меняя, мы просто как первый ряд провязали. Но уже мы смотрим, чтобы у нас вот эти вот перекрещенные лицевые жгутики, маленькие самые, были просто лицевыми. Далее снова повторяем. Две изнаночные, две лицевые, затем две изнаночные, четыре лицевые, средний жгутик. Один, два, три, четыре. Две изнаночные. Далее снова наш маленький жгутик. Две лицевые, две изнаночные. И последний большой жгутик, шесть лицевых. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Все, связали два рапорта узора. Вот таким вот образом по рисунку вам нужно довязать до конца ряда. Здесь абсолютно нет ничего сложного. Над лицевыми петлями вяжем лицевые, над изнаночными петлями вяжем изнаночные петли. И так будем вязать второй, четвертый, шестой, восьмой, десятый и так далее. Все четные ряды будем вязать по рисунку, как ложатся петельки. Для того, чтобы вы не запутались в первом ряду и в дальнейшем у вас не сбился рисуночек и не было никаких проблем, я решила вам написать первый рапорт узора, который повторяется у нас пять раз. Смотрите. Сначала вы вяжете две изнаночные. Затем вяжете две лицевые. Это маленький жгут, поэтому он вяжется с перекрещиванием влево. Как я уже говорила, первую оставляем перед работой, затем вторую переодеваем, меняем местами с первой, оставляем вторую за работой и возвращаем на левую спицу. Затем у нас идут изнаночные две, четыре лицевые средний жгутик, две изнаночные, две лицевые маленький жгутик с перекрещиванием влево, две изнаночные и шесть лицевые большой жгут. Смотрите, всегда, чтобы не сбиться, запомните, что между жгутами у нас идет по две изнаночные. Всегда. То есть чередуя лицевые и изнаночные петельки, смотрите, что промежуточные две изнаночные петли у вас должны чередоваться всегда после маленького жгутика, среднего жгутика, маленького и большого жгутика. То есть всегда отделять жгуты, будь это любого размера жгутики, у вас должны отделять две изнаночные. То есть это как промежуточные две петли. Теперь у нас идет большой жгут, который будет всегда в конце рапорта, то есть из шести лицевых состоит. Теперь у нас будет маленький жгутик, средний жгутик и маленький жгутик, смотрите, маленькие жгутики вокруг среднего. То есть сейчас, по идее, у вас, начиная следующий рапорт, у вас будет начинаться с двух изнаночных и так далее. Снова повторяться та же картина. И если вы возьмете конец рапорта, то у вас здесь снова будет большой жгут из шести лицевых петелек. То есть большой жгут у вас будет как бы закрепляющий этой картины. Вот. Это для того, чтобы вы не сбились, я вот такую вот схемку набросала из цифры. Я надеюсь, что это все остается понятным. И главное, запомните, что в первом ряду вам нужно перекрестить вот эти вот маленькие жгуты с наклоном влево. Затем мы добавим постепенно средний жгут. И затем уже мы будем добавлять большие жгуты. Лишь только после того, как добавим средний жгут. Это все по очереди. Пока вяжите второй ряд по рисунку. Для тех, кто не понял первый ряд, я надеюсь, что теперь вам будет понятно, что вот эти петельки, 22 петли, это у нас рапорт узора. И их повторение 5 раз в первом ряду. Во втором ряду у вас может возникнуть вопрос по поводу прибавления. Как здесь вязать? Вы повторяете все то же самое, как вязали до этого. У вас идут 2 изнаночные в начале рапорта. Затем 2 скрещенные лицевые. Вы их провязываете лицевыми. Затем 2 изнаночные, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Вот она первая ваша прибавочка добавилась. Теперь у нас идут 2 изнаночные, 2 лицевые, которые были скрещенные, 2 изнаночные и в конце 6 лицевых. Я думаю, что вам здесь особо не было сложно. Надеюсь, по крайней мере на это. И все осталось понятно. Все. Мы, получается, провязали добавленные петельки по рисунку и начинаем вязать третий ряд. Третий ряд мы вяжем следующим образом. 2 изнаночные, как всегда промежуточные, мы будем вязать без изменения. То есть от начала до конца вязания вот эти 2 изнаночные между жгутиками будут постоянно неизменны. Затем у нас идет жгутик из 2 перекрещенных лицевых. Так мы и делаем перекрещивание. Снимаем 2 петли на правую спицу. Затем одеваем первую петлю, вторую оставляем за работой и провязываем сначала вторую, оставленную за работой, затем первую. Затем вяжем снова промежуточные 2 изнаночные по рисунку. Теперь у вас идут 4 лицевые. Это средний жгутик, который нам нужно в третьем ряду сделать перекрещивание. Для этого берем спицу для кос, либо можете просто взять спицу номер 3, которой вязали резиночку, и оставить первые 2 лицевые петли на дополнительной спице перед работой. Затем третью и четвертую вяжем лицевой на правую спицу. И лишь только после этого довязываем первую и вторую петлю лицевыми, оставленную перед работой. Таким образом мы сделали перекрещивание среднего жгута в левую сторону. Обратите внимание, что перекрещивание маленького среднего жгута в левую сторону. Так мы будем перекрещивать и самый большой жгутик. Теперь идут 2 промежуточные изнаночные петли. Далее идут 2 маленькая косичка из 2 лицевых. Маленький жгутик. Сначала одеваем первую петлю, вторую оставляем за работой, затем одеваем вторую петлю. И обе петли провяжем лицевой. 2 промежуточные изнаночные. И затем у нас заканчивается раппорт узора шестью лицевыми. Пока 6 лицевых, так и вяжем без изменения. Ничего не меняем, просто 6 лицевых. И снова раппорт узора повторяется. 2 изнаночные. Перекрещиваем 2 лицевые с наклоном влево. Затем меняем местами и затем провяжем 2 лицевые. Затем идут 2 изнаночные промежуточные. 4 лицевые, которые нам нужно перекрестить с наклоном влево. Можно перекрещивать дополнительной спицей. Но так как здесь всего 4 петли, я вам предлагаю эти 4 петли снять на правую спицу. Затем одеваем первую и вторую на левую спицу. 2 остаются за работой. 3 и 4. Подхватываем правой спицей и одеваем обратно на левую спицу. Теперь провяжем сначала первые 2 переодетые за работой. Затем вот эти, которые мы первые одели. 2 лицевые. Все петли лицевые и 4 петли у нас связались с перекрещиванием в левую сторону. То есть, в принципе, фактически мы сделали все то же самое. 2 первые петли оставили перед работой. Одели сначала вторые 2 петли, затем первые 2 петли. И у нас получилось перекрещивание, провязывание лицевых 4 петелек с наклоном влево. То есть, как мы сделали с вами с дополнительной спицей, то же самое я вам показала без дополнительной спицы. Вот этот маленький и средний жгутик можно перекрещивать без дополнительной спицы. Я думаю, что это тоже вам будет просто. Провяжите 2 раза, и я думаю, что вопросов не возникнет. И теперь довязываем раппорт до конца. 2 изнаночные промежуточные. И теперь смотрите, у нас снова идут 2 лицевые с перекрещиванием влево. Мы перекрещиваем их, провязываем 2 лицевые, перекрещенные влево, и довязываем 2 изнаночные и 6 лицевые до конца раппорта. Самое главное вам запомнить абсолютно, скажем так, 100%, что тянется от начала до конца вязания. Это промежуточные 2 петли, которые мы вяжем между жгутиками, вяжутся всегда 2 изнаночные, всегда без изменения, пока вяжем высоту узора. И все петельки, которые мы перекрещиваем, это маленький жгутик, средний и большой мы будем перекрещивать жгутик, вяжутся лицевыми петельками. И только, никаких там не должно быть изнаночных, ничего. Жгуты у нас лицевыми петлями, промежуточные петли двумя изнаночными петлями. Это неизменно. И теперь снова повторяем третий раз раппорт. 2 изнаночные, перекрещенные 2 лицевые влево. Провяжем их 2 лицевые после того, как поменяете местами. Затем идут промежуточные 2 изнаночные и 4 лицевые, которые нужно провязать с наклоном влево. Снимаем на правую спицу все 4 петли. Одеваем сначала первые 2, а затем вторые 2 оставляем за работой и возвращаем на левую спицу. Провяжем все 4 петли по отдельности лицевыми петельками. 1, 2, 3, 4. Дальше у нас идут 2 изнаночные промежуточные, далее идут перекрещенные 2 лицевые, меняем их местами и провяжем лицевыми. Затем 2 изнаночные промежуточные и до конца раппорта у нас остается 6 лицевых, пока мы не трогаем и вяжем по рисунку. Я думаю, что здесь у вас проблем не составит. Довязываем до конца ряда, перекрещивая маленькие и средние жгутики. Довязав третий ряд до конца, четвертый ряд это четный ряд, поэтому вяжем его по рисунку. И затем пятый ряд мы вяжем уже следующим образом. Смотрите, первые 2 изнаночные по рисунку так и вяжем промежуточные, далее маленький жгутик мы вяжем с перекрещиванием. И теперь, что касаемо по поводу маленького жгутика. Маленький жгутик мы будем перекрещивать в каждом нечетном ряду. Первом, третьем, пятом, седьмом и так далее. В каждом нечетном ряду. Каждый четный мы вяжем просто 2 лицевые. Теперь 2 изнаночные. Так как мы перекрестили уже 4 наши петли влево, то мы просто вяжем, получается сейчас второй ряд без изменения, 4 лицевые. Затем вяжем 2 промежуточные изнаночные и снова перекрещиваем самый маленький наш жгутик с наклоном влево. Теперь вяжем 2 изнаночные и пришло время как раз таки перекрещивать наш самый большой жгут из 6 лицевых с наклоном тоже влево. Для этого берем дополнительную спицу, оставляем 3 первые лицевые петли перед работой на дополнительной спице. Затем 4, 5 и 6 лицевую вяжем на правую спицу. Теперь с дополнительной спицы довязываем первую, вторую и третью петлю лицевыми на правую спицу. Связали и получается сделали перекрещивание 6 петель в левую сторону. Наш раппорт первый закончен, продолжаем вязать дальше. 2 изнаночные, 2 лицевые с наклоном влево перекручиваем, далее 2 изнаночные промежуточные, 4 лицевые вяжем пока без изменения, 4 лицевые по рисунку, далее 2 изнаночные. Снова перекрещиваем 2 лицевые с наклоном влево, вяжем их лицевыми, поменял местами, далее 2 изнаночные и 6 лицевых второго раппорта нам нужно также провязать с наклоном влево. Для этого берем дополнительную спицу, первую, вторую и третью лицевую оставляем на дополнительной спице перед работой, далее 4, 5, 6 провяжем лицевой на правую спицу. И с дополнительной спицы возвращаем 3 лицевые, провязывая на правую спицу. 1, 2 и 3. Довязали второй раппорт и приступаем к третьему раппорту, повторяя все точно так же. 2 изнаночные промежуточные, затем 2 лицевые перекрещиваем в левую сторону. Меняем местами и провяжем их лицевой, далее 2 изнаночные, 4 лицевые без изменения, 2 изнаночные, перекрещиваем 2 лицевые маленького жгутика, 2 изнаночные и перекрещиваем 6 лицевых с наклоном влево в самый большой жгутик. Оставляем 3 первые петли на дополнительной спице перед работой, затем вяжем 4, 5, 6 лицевую петлю на правую спицу и возвращаем с дополнительной спицы. Первые 3 лицевые петли провязываем на правую спицу лицевыми петлями так же. Вот таким вот образом мы связали с вами 3 раппорта. Повторяете еще 2 раппорта до конца ряда и получается, что мы уже все полностью жгуты, маленький, средний, большой, перекрестили в левую сторону. Довязали 5 ряд, 6 ряд мы вяжем по узору, то есть как ложатся петли по рисунку, так как это четный ряд. Вяжем над косичками нашими, над жгутиками по 6, 4 и 2 лицевые и промежуточные по 2 изнаночные. Далее у нас сейчас 7 ряд. В 7 ряду мы перекрещиваем только маленькие жгутики из 2 лицевых, поэтому 2 промежуточные изнаночные вяжем, далее перекрещиваем наши 2 лицевые с наклоном влево, вяжем их лицевыми, далее промежуточные 2 изнаночные, над 4 лицевыми среднего жгутика вяжем 4 лицевые, далее промежуточные 2 изнаночные, снова перекрещиваем с наклоном влево маленький жгутик 2 лицевые, далее промежуточные 2 изнаночные и над большим жгутиком вяжем 6 лицевых то есть как вы видите без изменения вяжем и перекручиваем лишь только вот эти мелкие 2 жгутика вокруг нашей средней вот здесь вот косички жгутика довязав 7 ряд до конца 8 вяжем по рисунку и в девятом ряду мы будем перекрещивать маленький и средний жгутик смотрите средний жгутик мы будем перекрещивать через 5 провязанных рядочков в каждом шестом ряду то есть рапорт узора среднего жгута составляет 6 петелек теперь смотрите будем вязать 2 изнаночные 2 лицевые перекрещенные влево маленького жгутика нашего из двух лицевых далее 2 изнаночные промежуточные и затем 4 петли снимаем на правую спицу одеваем сначала первую вторую петлю третью четвертую оставляем за работой и переодеваем обратно на левую спицу все 4 петли провяжем лицевыми петельками вот таким вот образом будем перекручивать левую сторону жгутик из 4 лицевых петелек далее 2 изнаночные жгутик из 2 лицевых петелек перекручиваем влево затем 2 изнаночные а большой жгут из 6 лицевых мы пока не трогаем просто вяжем 6 лицевых без изменения и повторяем снова 2 изнаночные 2 перекрещенные лицевые влево 2 изнаночные 4 перекрещенные влево 2 изнаночные вот таким вот образом мы повторяем снова раппорт узора нашего продолжая перекручивать в каждом втором ряду нашу маленькую косичку и в каждом шестом ряду нашу среднюю косичку мы провязали 5 рядочков без изменения среднего жгута и в шестом ряду вот сейчас делаем перекрещивание и обратите внимание обязательно с наклоном влево очень легко запомнить как делать перекрещивание вот я как раз сейчас с вами заговорилась и пропустила 1 жгутик очень легко делать перекрещивание запомнить как смотрите вы количество лицевых петель и жгутики делите пополам и затем первую часть этого жгутика будь это 3 петли будь это а это я пропустила большой будет будь это 3 петли будь это 4 петли будь это 2 петли вот как в среднем жгутики 2 и 2 вы первую часть ровно половину оставляете на дополнительной спице перед работой провязываете вторую часть а затем возвращаетесь к первой части провязываете первую часть это самое главное чтобы вам легко было запомнить как делать перекручивание перекрещивание с наклоном влево я пропустила вот как раз таки этот большой жгутик вот и сейчас подхожу к такому же большому жгутику из шести лицевых уже на втором рапорте то я думала я с вами заговорилась и пропустила нет я ничего не пропустила большой жгут мы не трогаем мы его перекрестили буквально недавно поэтому мы пока вяжем просто ровненьким полотном 6 петель вот и продолжаем дальше перекручивать наши маленькие жгуты и средние жгуты большие не трогаем вяжем этот ряд до конца и затем следующий у нас идет по рисуночку без изменения без перекрещивания просто лицевые изнаночные петли над лицевыми изнаночными предыдущем ряду одиннадцатый ряд у нас идет как седьмой перекрещиваем только вот эти две лицевые петельки маленького жгутика все остальные петли как ложатся по рисунку две изнаночные затем перекрещиваем 2 лицевые с наклоном влево провязываем их 2 лицевые затем 2 изнаночные 4 лицевых вяжем без изменения 4 лицевые затем 2 изнаночные перекрещиваем второй жгутик с наклоном влево затем снова 2 промежуточные изнаночные и 6 лицевых пока вяжем без изменения без каких-либо перекрещиваний перекручиваний и так далее продолжаем вязать перекрещивая лишь только вот эти маленькие жгутики из двух лицевых 12 ряд вяжем по рисунку как ложатся петельки и наконец в тринадцатом ряду мы делаем перекрещивание маленького жгутика из двух лицевых и большого жгута средний не трогаем две изнаночные вяжем далее у нас идет перекрещивание маленького жгута перекрещиваем в левую сторону снова две промежуточные изнаночные 4 лицевые среднего жгутика пока его не трогаем снова 2 изнаночные перекрещивание самого маленького жгутика в левую сторону две промежуточные изнаночные и берем спицу дополнительную в руки и снимаем первые три лицевые петли на дополнительную спицу и оставляем перед работой затем четвертую пятую шестую лицевую вяжем на правую спицу лицевыми и затем с дополнительной спицы вяжем на правую спицу первую вторую третью лицевую которую оставляли перед работой 1 2 3 связали первый раппорт и повторяем заново две изнаночные перекрещиваем маленький жгутик из двух лицевых с наклоном влево провяжем две лицевые затем две изнаночные промежуточные 4 петли лицевые среднего жгутика 2 изнаночные промежуточные 2 лицевые с наклоном влево перекрещенные теперь 2 изнаночные промежуточные и снова наш большой жгутик берем дополнительную спицу снимаем на нее 3 первые петельки лицевые оставляем дополнительную спицу перед работой далее четвертую пятую шестую лицевую вяжем на правую спицу из дополнительной спицы вяжем первую вторую и третью лицевую на правую спицу вот таким вот образом мы будем вязать весь 13 ряд провязывая перекрещивание маленького жгутика и большого жгута из шести лицевых смотрите большой жгутик мы будем чередовать в каждом восьмом ряду через провязанных 7 рядочков то есть смотрите вы отчитываете после перекрещивания 7 рядочков и в восьмом ряду делаете перекрещивание теперь каждом четном ряду в каждом нечетном ряду делаем перекрещивание маленького жгута из четырех лицевых вот эти жгутики мы будем перекрещивать каждом шестом через пять провязанных а в большом жгутике через 7 рядочков в каждом восьмом ряду то есть смотрите мы сделали первое перекрещивание маленького жгутика первом ряду затем в третьем пятом и так далее теперь среднего жгутика из четырех лицевых мы провязали перекрещивание в третьем ряду потом через пять рядочков в девятом ряду затем следующем мы будем снова через пять рядочков в пятнадцатом ряду делать то есть в следующем через ряд сейчас вы провяжите по рисунку после этого потом через ряд уже сделаете перекрещивание среднего жгутика и большого жгутика мы делали перекрещивание первое в пятом ряду сейчас мы сделали с вами в тринадцатом ряду далее будете делать через семь рядочков двадцать первом ряду для того чтобы вы не запутались у нас сейчас идет тринадцатый ряд вы больше я с вами вязать не буду дальше вяжите самостоятельно каждый четный ряд по рисунку и я вам здесь немножечко написала подсказку вот большой жгутик из шести маленький жгутик из двух лицевых средний жгутик из четырех маленький жгутик из двух и так далее вот я написала каждом нечетном ряду маленький жгутик средний жгутик каждом шестом ряду через провязанных пять рядочков как мы с вами вязали в третьем девятом затем пятнадцатом будете делать большой жгутик из шести лицевых петель в каждом восьмом ряду через семь провязанных рядочков пятом сейчас мы сделали с вами в тринадцатом ряду делаем до конца и затем будем делать двадцать первом ряду и так далее то есть отсчитываете допустим здесь вот каждом пятом ряду значит после 15 вы будете делать отсчитываете 16 17 18 19 20 в двадцать первом ряду то есть будет совпадение вместе с большим жгутиком в одном ряду то есть один ряд у вас будет полностью совпадение со всеми жгутиками то есть будете делать перекрещивание каждого жгутика в общем вот таким вот образом у нас получается хорошее начало шапочки и дальше вы продолжаете самостоятельно я думаю что здесь у вас труда большого не составит вязать дальше без проблем теперь смотрите от начала вязания нам нужно вязать шапочку в высоту допустим если вы хотите 16 половиной сантиметров то минус два сантиметра получается 14 половиной сантиметров где-то 14 может даже нам нужно связать от начала вязания до начала убавления макушки то есть вяжите самостоятельно и посмотрите благодаря тому что мы связали вторую часть резинки на два ряда меньше то у нас получается начало закрыто отворотом вот этой верхней резиночки получается довольно таки симпатично в общем продолжаем вязать жгутики дальше до нужной нам высоты минус два сантиметра для убавления макушки и так я провязала высоту и у меня получилось 4 перекрещивание самого большого жгута 5 перекрещивание среднего жгута и многочисленное перекрещивание самого маленького жгута теперь смотрите я остановилась на ряду где у нас получилось 4 перекрещивание большого жгута я провязала ряд Просто четный, который без изменения по рисунку вяжется. Теперь начинаю делать убавление. Убавление я буду делать следующим образом. Смотрите, там где у нас две изнаночные промежуточные, я вяжу одну изнаночную из двух изнаночных предыдущего ряда. То есть делаю сокращение. Далее делаю перекрещивание лицевых двух петелек с наклоном влево. То есть вяжу маленький жгутик без изменения. Далее снова у нас идут две изнаночные. Я вяжу из двух изнаночных одну. И четыре лицевые петли у меня пока идут без изменения. Затем снова из двух изнаночных я вяжу одну изнаночную. Две лицевые вяжу с наклоном влево без изменения пока. И из двух изнаночных вяжу одну изнаночную. То есть я вяжу сейчас по рисунку, так как ложатся петельки. Но вместо двух изнаночных вяжу сокращение из двух, вывязываю одну изнаночную. Так я буду делать сокращение до конца этого ряда. Довязали ряд до конца. Затем вяжем второй ряд макушки. Второй ряд макушки это у нас четный ряд. Поэтому я буду вязать без изменения, как ложатся петельки. Изнаночная над изнаночной. Затем две лицевые маленького жгута. Изнаночная. Далее у нас идут четыре петли среднего жгута. Так и вяжу четыре лицевые петли среднего жгутика. Далее у нас снова идет изнаночная. Две лицевые петли жгута. Затем снова изнаночная. И вот он наш большой жгутик. И мы вяжем получается, смотрите, две первые лицевые. Вяжем из жгутика. Затем в средние две петли вяжем убавление. Вяжем один из двух петель лицевых. И две петли внешние довязываем. То есть смотрите, получается из большого жгутика мы связали две первые петли. Среднюю мы убавили, сделали одну петлю. И две третьи петли. То есть третья часть. Получается вместо шести пять петель лицевых. Далее у нас идет снова повторение. Одна изнаночная. Две петли лицевые маленького жгутика. Изнаночная. Вот так вот получается у нас. Затем у нас идут четыре лицевые петли среднего жгутика. Изнаночная. Две лицевые маленького жгутика. Изнаночная. И с петель большого жгута мы средние две петли провяжем вместе одной лицевой. Первую, вторую вяжем лицевой. Затем третью, четвертую вместе одной лицевой. И пятую, шестую довязываем лицевыми. То есть мы изменили только то, что вместо шести лицевых мы сейчас будем вязать пять лицевых. То есть делать убавление в середине большого жгутика. А дальше вяжем пока без изменения. Изнаночная, две лицевые, изнаночная, четыре лицевые, изнаночная, две лицевые, изнаночная. И средние две из шести петель лицевых мы вяжем вместе одной лицевой. Довязали до конца ряда второй ряд убавления. И получается в первом ряду мы с вами убавили две изнаночные, сделали на одну изнаночную, вот эти промежуточные. Далее, во втором ряду мы с вами убрали одну петлю из шести лицевых, вот этого большого жгутика. Теперь в третьем ряду смотрите. Это ряд с перекрещиваниями, поэтому первую изнаночную вяжем изнаночной. Дальше две вот эти лицевые вяжем с перекрещиванием. В левую сторону и вяжем по отдельности две лицевые, затем изнаночные, то есть все пока без изменения. Теперь у нас ряд с перекрещиваниями среднего жгутика. Рекомендую вам взять именно не спицу для кос, а лучше возьмите ту, которую вязали резинку. И вот так вот вяжем, получается, оставляем две петли, как всегда, перед работой, для того, чтобы сделать перекрещивание. И теперь смотрите, вот эту первую петельку вяжем вместе с третьей, одной лицевой, снимаем со спиц, а вторую петлю вяжем вместе с четвертой. И у нас выходит вместо четырех петель всего лишь две петельки. Вот так вот, посмотрите. Мы сделали, получается, перекрещивание влево, но при этом у нас получилось всего лишь две петли. И дальше продолжаем вязать изнаночные, две лицевые с перекрещиванием влево, затем снова изнаночные. Пять петель вот эти вот нашего жгутика нам нужно снова убавить. Мы вяжем всего лишь две первые, затем, получается, две следующие петли вяжем одной лицевой, и последнюю лицевую довязываем, тем самым сокращаем четыре петельки, делаем из пяти. Дальше у нас идет изнаночная, две лицевые с перекрещиванием влево, безызменно пока тут, и изнаночная. Четыре петли мы делаем с перекрещиванием влево и снова берем ровную спицу, потом снимаем две первые петли лицевые, оставляем перед работой и тем самым провязываем первую с третьей оставленной петлей вместе одной лицевой, и вторую с четвертой провяжем вместе одной петлей лицевой. То есть делаем сокращение два подряд, и получается у нас и перекрещивание в левую сторону, и сокращение на две петли. Теперь снова у нас идет изнаночная, перекрещивание двух лицевых петель с наклоном влево, и изнаночная. Затем вяжем две лицевые, третью и четвертую лицевую вяжем вместе одной лицевой, и последнюю довязываем просто лицевой. То есть что мы делаем? Смотрите, мы делаем перекрещивание среднего жгута, при этом сокращаем, делаем две петельки, и сокращение делаем в большом жгутике, там где у нас было пять петель, теперь у нас осталось четыре петли. И вот так вот я буду продолжать дальше до конца ряда. Изнаночная, две лицевые с наклоном влево, изнаночная без изменения пока. Здесь я ничего не меняю. А вот в среднем жгутике я вяжу перекрещивание в левую сторону, и сразу же делаю убавление. Провязываю попарно первую с третьей петлей, и вторую с четвертой петлей. Вот одна лицевая спускаю со спиц, и вторая лицевая спускаю со спиц. Сделали перекрещивание и сокращение одновременно. И вот так вот довязываем до конца ряда. Не забываем делать убавление и в большом жгутике из пятидела четыре. При этом две вяжем лицевые, затем две лицевые вместе одной лицевой делаем сокращение, и лицевую довязываем четвертую. Вот так вот вяжем до конца ряда. Теперь у нас ряд без перекрещивания, поэтому мы вяжем по рисунку изнаночная, две лицевые, изнаночная. Затем из вот этих двух лицевых вяжем одну лицевую, то есть делаем сокращение из двух, вывязываем одну. Дальше снова изнаночная, две лицевые, изнаночная. Теперь у нас идут четыре лицевые, мы так и провязываем их четыре лицевые. Затем у нас идет изнаночная, две лицевые, изнаночная. И из двух лицевых вот здесь вот вяжем одну лицевую. Теперь снова изнаночная, две лицевые, изнаночная и четыре лицевые вяжем без изменения. Переходим к третьему рапорту и вяжем изнаночные, 2 лицевые, изнаночные и из двух лицевых вяжем одну. Снова изнаночные, 2 лицевые, изнаночные и 4 лицевые. Вот так я буду чередовать до конца ряда, вязать по рисунку. Но единственное, что я из двух лицевых, вот здесь вот где были 4, у нас сейчас 2 лицевые, делаю одну. То есть средний жгутик уменьшаю до одной всего лишь лицевой петельки. А так вяжу все пока по рисунку. Следующий ряд у нас с перекрещиванием. Поэтому изнаночную вяжем над изнаночной. Далее лицевые. Меняем местами с наклоном. Получается влево, но вяжу я из двух петель одну лицевую. Тем самым получается у нас наклон влево и сокращение в одну петлю. Теперь снова идет изнаночная, вяжем изнаночную. Лицевая одна, вяжем лицевой. Снова изнаночная, вяжем изнаночную. Теперь у нас 2 лицевые, нужно их связать с наклоном влево. При этом я вяжу 2 одновременно одной лицевой. И у нас получается сокращение и перекрещивание в левую сторону. Теперь снова идет изнаночная. Я так и вяжу ее изнаночной. Теперь берем дополнительную спицу. Желательно возьмите ровную. И вот у нас из 4 петель большого жгута, который состоял из 6 петель, берем 2 первые петли, оставляем перед работой. И теперь вяжем первую и третью петлю вместе одной лицевой. И вторую, четвертую вместе лицевой. То есть как мы вязали сокращение вот этого среднего жгута, так мы связали сейчас сокращение из 6, сделали всего лишь 2 петельки. Теперь продолжаем. Вяжем изнаночную над изнаночной. 2 лицевые делаем с наклоном влево. И вяжем 1 лицевой. То есть сокращаем маленький жгутик до 1 петли. Дальше вяжем изнаночную. Лицевую со среднего жгута так и вяжем лицевой. Снова изнаночная. И теперь маленький жгутик снова перекрещиваем влево. И вяжем 1 лицевой. Получаем 1 петлю. Снова изнаночная. И у нас остался вот здесь вот большой жгутик из 4 петелек. Мы сократили уже 2 из 6, у нас осталось 4. Снова снимаем 2 первые петли и вяжем первую вместе с третьей петлей одновременно, лицевой. Вот так вот снимаем со спиц. И вторую петлю вяжем с четвертой. И тоже снимаем со спиц. Сокращаем большой жгут до 2 петель. И приступаем к следующему рапорту. Снова вяжем изнаночную. Из двух лицевых перекрещенных мы вяжем одну лицевую. Обязательно не забудьте их поменять местами. Для того, чтобы у нас был поворот налево перекрещенный. Теперь вяжем изнаночную, лицевую со среднего жгута. Изнаночную, перекрещенную лицевую. Делаем сокращение. Изнаночную. И из петель 4 жгута мы вывязываем две. Снимаем на дополнительную спицу. Ровную. Две первые петли. И оставляем перед работой. И вяжем одновременно первую и третью петлю. И вторую и четвертую петлю. Попарно. И снимаем со спиц. Вот так. И у нас получается в рапорте сейчас, смотрите, одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая петля. Девять петель. И так я сокращаю еще до конца ряда, получается, два рапорта. И вяжу изнаночная, перекрещенная лицевая, сокращаю до одной петли. Вяжу вместе одной лицевой. Далее снова изнаночная, лицевая, изнаночная. Сокращение с перекрещиванием влево маленького жгута лицевой. Снова изнаночная. И уменьшаю большой жгут, попарно провязывая два раза. И точно так же продолжаем вязать еще один рапорт. Теперь у нас ряд вяжется без изменения. Перекрещивание сделали. Теперь вяжем. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Изнаночная. И вместо двух вот этих лицевых с большой косички вяжем одну. То есть сокращаем. Снова у нас идет изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Изнаночная. И две вместе провяжем одной лицевой. Там, где у нас был большой жгутик. Теперь приступаем к следующему. Вот здесь вот. В следующей спице вяжем изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Изнаночная. И из двух лицевых вяжем одну лицевую. Сокращаем петельку. И уже практически заканчиваем. Снова рапорт у нас новый. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Изнаночная из двух лицевых большого жгутика. Сокращаем до одной лицевой. Вяжем из двух одну лицевую. Вот так вот. И последний раз. У нас идет изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Изнаночная. И последняя, лицевая. Из двух петель вяжем одну лицевую. Теперь у нас ряд должен чередоваться. Ряд с перекрещиваниями. Но перекрещивать нам нечего. Я вам предлагаю вот эту последнюю спицу приспустить. И на нее провязать первую изнаночную петлю. Для того, чтобы вам проще было вязать следующий ряд. Смотрите. Дальше у нас идет лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная и так далее. Мы лицевую, изнаночную провязываем вместе одной лицевой. Вот так. Снова лицевая, изнаночная. Вяжем одной вместе лицевой. Лицевая, изнаночная. Вяжем вместе одной лицевой. Лицевая, изнаночная. Вяжем вместе лицевой. То есть делаем сокращение. И желательно, если у вас, допустим, вот лицевая повернута, перекрещенной, то вот поворачивайте, чтобы у вас красивое окончание было и не перекрещенная лицевая. То есть смотрите, чтобы у вас петельки ложились очень красивенько. Вот идет лицевая, изнаночная. Я ее поворачиваю вот такой вот передней стеночкой и вяжу за заднюю. То есть смотрите, чтобы у вас лицевые косички были не перекрученные. И вяжем вместе лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Сокращение делаем до конца ряда. Вот она последняя у меня лицевая. Я переношу ее на следующую спицу и вяжу вместе с изнаночной. Снова лицевая, я ее поворачиваю и вяжу вместе с изнаночной. Вот так я буду вязать до конца этого ряда. Довязали до конца ряда и теперь ряд я вам предлагаю связать просто вот эти лицевые петельки еще ряд лицевыми. То есть просто вы сделали убавление, а этот ряд все петельки просто провяжите лицевыми. Для того, чтобы немножечко сравнять, красивый наш узорчик макушки. Вот так вот. Я сместила на три спицы, мне так удобнее. И сейчас мы будем стягивать наши петельки. Смотрите, первую вяжем лицевой петлей и возвращаем на левую спицу. Затем с левой спицы, начиная со второй петли, начинаем все переодевать по очереди. Вторую на первую петлю, затем третью на первую петлю, четвертую на первую петлю и спускаем полностью со спицы. Обратите внимание, пятую, шестую, седьмую, восьмую. У нас остается одна петелька, на которой все петли со спицей. Мы ее переносим на следующую спицу. Вот так вот. И поочередно с этой теперь спицы переодеваем на первую петельку все петли со спицей. И точно так же я проделаю с третьей спицей. Пока у меня на первой петельке, провязанной лицевой, не окажутся все петли полностью по кругу. Вот у меня осталась последняя петля на спице. Для удобства можете ее переодеть на крючок. Теперь смотрите, придерживаем ту петельку, которая на крючке, аккуратненько. И пробуем продеть ниточку еще раз сквозь петельки. Вот так вот. То вытягиваете петельку, то вытягиваете ниточку, то вытягиваете петельку, то ниточку. И таким образом у вас стянется вот это отверстие. Постепенно вот так вот вытягиваете то петельку, то ниточку. И в итоге у вас стянется вот эта макушка. Теперь захватываете рабочую ниточку и пропускаете очень аккуратно через ту петельку, которая у вас на крючке. Почему аккуратно? Потому что можете спустить все набранные петли. Еще раз подтягиваете рабочую ниточку на крючке и продеваете сквозь петельку еще раз рабочую ниточку. Все, ниточка у вас закреплена, больше ничего делать не нужно, мы двумя воздушными петлями ее закрепили. Теперь ниточку отрезаем и хорошо еще раз затяните последнюю воздушную петельку, вот так вот, аккуратно, ноготочками. И теперь вытаскиваем вот эту ниточку на изнаночную сторону. Вот так вот. Желательно вытаскивайте ее очень аккуратненько, чтобы ее не было по итогу видно. Вот так вот, тянем на изнаночную сторону и смотрим, где она у нас тут. Вот она у меня. И теперь с изнаночной стороны нам ее осталось лишь только спрятать вот этот краешек. Она у нас закреплена, никуда не денется. И макушка, как вы видите, получилась аккуратненькая. Вот, и благодаря косам она имеет такую вот волнистую поверхность, что абсолютно ничего страшного. Нам на макушку нужно будет прикрепить бубончик. Вот эту ниточку прячу в краешек и приступаем к вязанию ушек. Для того, чтобы рассчитать правильные размеры ушек, правильную ширину и нужное количество петель для ушек, нам нужно разделить общее количество петель, которые мы набирали с вами. Мы набирали 108, хоть для раппорта нам нужно было 110. Мы две петли добирали по ходу вязания уже непосредственно узора. Поэтому изначальное количество петель 108 мы делим на 5 частей. Одна часть задняя, далее ушко левое, ушко правое, и две части – это передняя сторона наша. Теперь смотрите, так как у нас 108 на 5 не делится, то мы, в принципе, можем взять 110 петель наших, поделить на 5 равных частей, это получается по 22 петли. То есть у нас 22 петли, одно ушко, второе ушко, задняя сторона, а остальные петли у нас получается передняя часть. Как нам правильно определить, где у нас 22 петли для каждого из ушек, и где 22 петли на заднюю сторону? Смотрите, если вы повернете задней стороной шапочку, у вас она, вот она, центральная косичка большая, наш жгутик, и вот она, ниточка наборочная, которая у нас определила первый ряд вязания. Вот, то есть смотрите, если вы положите вот так вот резиночку 2х2 напротив косички, то у вас вот эти две изнаночные, центральные, затем две лицевые по обеим сторонам, вот они, наша середина, наша большая косичка-жгутик. Вот они, 6 петелек. И мы делим эти 6 петелек ровно пополам. То есть у нас 2 изнаночные петельки, и между ними ставим булавочку. Хотите, можете взять кусочек ниточки, если вам так будет удобно, либо цветной маркер, то есть что у вас есть под рукой. Делим пополам, и у нас получается это центр. Я буду считать вот эти 2 изнаночные петли, это 2 петли из 22, те, которые должны быть сзади. И отсчитывая в правую сторону 10 петелек, это 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. Вот они, наши 10 петелек. И ставлю маркер на первой изнаночной петельке, которая ближе находится к 10 лицевой петле. Это у нас получается, мы отсчитали 12 петелек в одну сторону вместе с центральными двумя. Далее в левую сторону отсчитываем 10 петелек, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 изнаночные, 2 лицевые. И ставим маркер, либо булавочку, на первой изнаночной после 10 лицевой. Между маркерами у нас оказались центральные с задней стороны 22 петли. Теперь отсчитываем 22 петли в правую сторону и ставим снова маркер. Вот он у нас. У меня закончился, вот здесь вот маркер закончилось, где 2 изнаночные, то есть я поставила на последние изнаночные, это 22 петля. И здесь у нас получается первая петелька, которая изнаночная. Вот они, 22 петли с одной стороны. И точно так же от маркера я ставлю в одну сторону, отсчитываю 22 петли и ставлю маркер на последние изнаночные. И вот они у нас получаются 22 петли одного ушка, центральная часть 22 петли и 22 петли второго ушка. Все остальные петельки абсолютно не важны. Это наша передняя часть, которую мы не трогаем. Нам важно было найти середину за, вот здесь вот сзади, за затылка, скажем так, и отсчитать от средних двух петелек, 10 в одну сторону, 10 в другую, поставили маркеры, и 22 петли в одну сторону, 22 петли в другую. Я уже связала, как вы видите, первое ушко, и мы сейчас будем с вами вязать вместе второе ушко точно так же, как я вязала первое. А вы свяжете, как мы свяжем с вами сейчас второе, свяжете сами первое. Я думаю, что здесь будет вам все понятно. Я постараюсь максимально проще объяснить. Маркеры пока я не трогаю, чтобы вы видели, что я делаю. И теперь берем спицы номер 3. Это те спицы, которыми мы вязали резиночку меньшего размера, обратите внимание. Мне их всего понадобится 2 штучки. И я беру расстояние для ушек 22 петли между изнаночными петлями. Я первую и последнюю петлю отметила булавочкой. Вот мне вот эти 22 петли и понадобятся для вязания ушко. Итак, берем в руки спицу. И я сейчас буду набор делать петель с правой стороны на левую. Находим первую отмеченную петельку. Она у нас с лицевой стороны изнаночная. Но смотрите, если вы вот так вот повернете, это первая петля лицевая, когда мы меняли направление петли. Когда мы меняли рапорт со смещением на 2 петли. Итак, вводим спицу в первую изнаночную петлю. Далее находим соседнюю изнаночную петлю. То есть из 2 изнаночных петель с лицевой стороны мы сделали 2 петельки на спице. То есть смотрите, ниточки у меня нет, просто набираем на спицу. Далее у нас идут 2 последние петельки лицевые перед изменением на изнаночную. Вот мы за одну стеночку, за правую, захватываем первую лицевую. Далее в следующую лицевую, за правую стеночку захватываем вот так вот вторую лицевую. Теперь снова повторяем. Изнаночная, изнаночная, лицевая, лицевая. Главное запомните, за какую полупетельку вы захватываете лицевую, за такую будете захватывать до конца нанизывания петель. Точно так же и изнаночную. Снова изнаночная, изнаночная, лицевая, лицевая. Изнаночная, изнаночная, лицевая, лицевая. Изнаночная, изнаночная, лицевая и лицевая. И последний раз. Изнаночная 21 и изнаночная 22. Мы нанизали 22 петельки на спицы. Пожалуйста, пересчитайте для уверенности. И вот, смотрите, еще один плюс вот этого рубчика перехода из, скажем так, со смещения рапорта перехода из лицевых в изнаночный и из изнаночных в лицевые. У нас имеются крайние петельки, за которые мы сейчас делали набор петель. Смотрите, вот они, крайние петельки, и их было удобно сейчас нанизывать. У нас в итоге получается вот такой вот набор. Посмотрите, и с лицевой стороны, и с изнаночной выглядеть это должно очень аккуратно. И если вы нанизывали петли с одного ряда, то у вас должно получиться все аккуратно. Точно так же сделаете и на втором ушке. Теперь берем ниточку и вторую спицу. Ниточку я пока не закрепляю, я просто делаю ее рабочей на пальчике. И теперь спицей второй будем мы вязать первый ряд. Смотрите, первую петлю мы вяжем лицевой петелькой. Вот так. Будет немножечко сложновато первую петельку провязать, абсолютно ничего страшного. И если будут по ходу вязания первого ряда немножечко привытягиваться набранные петельки, абсолютно ничего страшного. Все станет на свои места. Итак, первую связали лицевой, далее вторую. Оставляем нить перед работой, как бы провязываем изнаночную, но изнаночную мы вязать не будем. Мы просто оставляем нить перед работой, снимаем вот эту вторую петлю на правую спицу и оставляем нить перед работой. Посмотрите, мы изнаночную не провязываем, просто нить перед работой. Третью петлю мы вяжем лицевой. Снова нить перед работой. Мы снимаем четвертую петельку, не провязывая на правую спицу, оставляем рабочую нить перед этой петелькой. То есть фактически, как бы, представьте, что вы вяжете резинку 1 на 1, лицевая изнаночная, лицевая изнаночная, но изнаночную не провязываете, а снимаете нить перед работой, ни в коем случае не делайте накиды, чтобы не увеличивать петельки, а просто снимаете вот эту каждую четную петлю, вторую, четвертую и так далее мы будем снимать, не провязывая. Далее у нас идет пятая петля лицевая, снова нить перед работой, шестую петлю снимаем, не провязанной, на правую спицу. Седьмая петля лицевая, снова нить перед работой, восьмую снимаем, не провязывая. Девятая лицевая, далее десятая, нить перед работой оставляем и снимаем на правой спице не провязанной. Снова одиннадцатая лицевая, двенадцатая, не провязанная петля, снимаем нить перед работой. Итак, чередуем лицевая, снимаем, лицевая, снимаем, лицевая, снимаем, лицевая, снимаем, лицевая, и у нас остается двадцатая последняя петля, мы вяжем ее изнаночной, то есть считаем ее как кромочную. Теперь вот эта ниточка, которая будет привытягиваться немножечко, пока потерпите, мы провязав второй ряд, уже в третьем ряду ее спрячем. Итак, второй ряд у нас изнаночный, поэтому кромочную петлю мы будем снимать непровязанной, далее у нас идет изнаночная петля. Нить перед работой, изнаночную снимаем, ниточку оставляем перед работой, ни в коем случае не сделайте накид. Далее у нас идет лицевая петля, мы так и провязываем ее лицевой. Снова нить перед работой, изнаночную снимаем на правую спицу, не провязывая. Лицевая, изнаночную снимаем, не провязывая. Лицевая, изнаночную снимаем, не провязывая. Лицевая, изнаночную снимаем. Лицевая, изнаночную снимаем. Обязательно нить перед работой. Лицевая, изнаночную снимаем. лицевая, изнаночную снимаем, лицевая снимаем, лицевая снимаем изнаночную, последний раз лицевая и кромочная петля, изнаночная. Подтягиваем вот этот краешек ниточки и в третьем ряду мы сейчас его спрячем. Теперь, смотрите, берем вот этот краешек, хвостик, который у нас при, скажем, начале первого ряда вязания был, и рабочую ниточку. И натягиваем вместе две ниточки, как делаем, как одну рабочую. Далее, первую кромочную снимаем, не провязывая, далее у нас идет изнаночная. Нить перед работой снимаем, не провязывая, далее вторая лицевая вяжем лицевую из двух рабочих ниточек, далее снова изнаночная, не провязывая снимаем, лицевая провяжем из двух ниточек, изнаночная снимаем не провязанной, лицевая провяжем две ниточки, изнаночная снимаем, лицевая провязываем, далее ниточку пока уберите назад, Вот этот хвостик я уже максимально завязала в несколько петелек, поэтому я пока его трогать уже не буду. Далее у нас идет изнаночная нить перед работой, сняли лицевая, изнаночную сняли лицевая, изнаночную сняли лицевая, изнаночную сняли лицевая, изнаночную сняли лицевая. Вот так вот чередуем, изнаночную сняли лицевая и последняя кромочная у нас изнаночная. То есть, смотрите, представьте, что вы вяжете резиночку 1х1, но изнаночные петли не провязывая снимаем, и рабочая ниточка обязательно должна быть перед работой, как с лицевой стороны, которая у нас идет со жгутиками, так и с изнаночной стороны. Вот эту рабочую ниточку, начальную рабочую ниточку, хвостик мы уже не трогаем, мы ее потом в конце просто спрячем крючком вовнутрь. Абсолютно ничего страшного, она нам не мешает. Теперь вяжем 4 изнаночный ряд. Кромочную снимаем, далее изнаночную снимаем, не провязывая. Лицевая, изнаночную снимаем, лицевая, изнаночную снимаем. Вот так вот чередуем, лицевая, изнаночную не провязывая снимаем до конца ряда. И кромочная петля у вас всегда в конце ряда должна быть изнаночная. А первая петля ряда мы снимаем непровязанной. Вот таким вот образом довяжем 4 изнаночный ряд. Накиды не делаем, ничего не меняем. И количество петель у нас всегда должно быть пока 22 без изменения. Смотрите, мы сейчас довязали 4 ряд и мы находимся в начале 5. Это лицевой ряд. Мы должны 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 ряд, еще 7 рядочков, провязать без изменения вот таким вязанием. То есть лицевую вяжем, изнаночную снимаем, не провязанной. Кромочную вяжем, последнюю изнаночную, первую снимаем, не провязанной. Без изменения. С 5 по 11 ряд. Мы должны с вами встретиться в 12 изнаночном ряду. Я вам покажу, как мы будем вязать дальше. И, наконец, провязав 11 ряд, мы оказались в изнаночном 12 ряду. Поэтому вяжем первую кромочную снимаем непровязанной. Далее изнаночную снимаем, лицевую вяжем. Изнаночную снимаем, лицевую вяжем. В общем, пока без изменения, до последних двух петель ряда. То есть лицевую вяжем, изнаночную снимаем, лицевую вяжем, изнаночную снимаем. Вот так вот лицевую вяжем, изнаночную снимаем. И у нас остается 2 последние петельки. Это лицевая и кромочная. Мы лицевую вяжем лицевой. Затем возвращаем на левую спицу и одеваем кромочную на лицевую. При этом кромочную спускаем на лицевую, вообще со спицы. И возвращаем обратно на правую спицу. Теперь разворачиваем вязание. И у нас получилось в 12 ряду сделана убавка в конце ряда. Теперь у нас на спице 21 петля. Далее кромочную снимаем. У нас на ней 2 петельки. Теперь следующая идет лицевая. Мы провяжем ее лицевой, изнаночную снимаем, лицевая, изнаночную снимаем. До последних 2 петель 13 ряда. Вяжем по рисунку. Так и продолжаем вязать лицевые, изнаночные снимать. Нить перед работой обязательно следите за этим. Далее вяжем изнаночную. Снимаем непровязанной точнее. И у нас остается лицевая и кромочная последняя петля. Мы за вторую петлю вместе вяжем, то есть за кромочную петлю заводим спицу. Вместе вяжем кромочную и лицевую одной лицевой петлей. Вот так. То есть мы сократили одну петлю в конце изнаночного ряда. Далее вторую петлю мы сократили в конце лицевого ряда. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. И 14 изнаночный ряд вяжем как 12. То есть кромочную снимаем. Далее у нас идет лицевая. Лицевую вяжем, изнаночную снимаем непровязанной. Лицевую вяжем, изнаночную снимаем непровязанной. И так вяжем по рисунку до 2 последних петель, как и в 12 ряду. Вот так вот вяжем. Изнаночную мы снимаем, лицевую вяжем. Далее в конце ряда у нас изнаночная петля и кромочная петля. Мы изнаночную вяжем изнаночной. Возвращаем на левую спицу. Обратите внимание, нить перед работой. Вот она у нас ниточка. И далее кромочную одеваем на изнаночную. Петельку спускаем и кромочную возвращаем на правую спицу. Таким образом мы сократили снова в конце ряда петельку. Далее кромочную снимаем в начале лицевого ряда. Изнаночную снимаем непровязанной. Далее лицевая снимаем непровязанной. Изнаночная лицевая снимаем. Лицевая снимаем. Вяжем так до 2 последних петель в лицевом ряду. Это у нас 15 ряд и мы будем его вязать как 13. Лицевую вяжем и дальше остается у нас изнаночная и кромочная петля. Мы вяжем вместе изнаночную и кромочную. Одной лицевой заводя за кромочную петлю. Далее разворачиваем вязание и вяжем 16 изнаночный ряд. Кромочную снимаем. Далее вяжем по рисунку. Изнаночную снимаем нить перед работой. Далее лицевая. Изнаночную снимаем лицевая до 2 последних петелек ряда. И снова сделаем в конце ряда убавления. Лицевую вяжем, изнаночную снимаем. И остается вот она одна петля лицевая и кромочная. Мы лицевую провяжем лицевой. Затем одеваем обратно на левую спицу. И кромочную одеваем на лицевую. Далее лицевую переносим на правую спицу. Сделали убавление в конце ряда. И разворачиваем на лицевой ряд. Кромочную снимаем. Далее у нас идет лицевая. Так и вяжем лицевой. Изнаночную снимаем. Лицевую вяжем. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Изнаночную не провязываем. А снимаем нить перед работой. Обязательно. Теперь, довязав до последних двух петелек лицевого ряда, заводим спицу снова за кромочную и вяжем кромочную и лицевую последнюю петельку одной лицевой. Сделали сокращение. Разворачиваем на изнаночный ряд. Кромочную снимаем. Далее вяжем лицевую. Изнаночную снимаем. Лицевую вяжем. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. На изнаночном ряду изнаночную вяжем изнаночной петлей. Возвращаем на левую спицу нить перед работой. И кромочную одеваем на изнаночную. Затем переносим последнюю петельку на правую спицу. Обратите внимание, что с изнаночной стороны мы всегда предпоследнюю провязываем и переодеваем на нее кромочную, затем возвращаем на правую спицу. А с лицевой стороны мы всегда две последние петли провязываем вместе одной лицевой. Вам главное запомнить это. И теперь смотрите, каждый ряд у нас повторяется. То есть лицевой ряд, изнаночный ряд, неважно, мы делаем сокращение в конце ряда. Но лишь отличие в том, что я сказала. В лицевом ряду мы провяжем две последние вместе, а в изнаночном ряду мы провязываем предпоследнюю и на нее переодеваем кромочную. В этом лишь отличие. И затем я буду вот так вот продолжать делать убавления в конце каждого ряда, до тех пор, пока у меня на спицах не останется всего лишь 4 петельки. Сделали последнее убавление в лицевом ряду и разворачиваем на изнаночную сторону. У нас осталось 4 петельки и теперь мы провяжем следующим образом. Кромочную снимаем непровязанной. Далее у нас идет лицевая и изнаночная. Мы вместе вяжем 2 петли и лицевую и изнаночную, и одной изнаночной. Теперь кромочную первую, которую снимали, одеваем на эту изнаночную. Затем получается последнюю кромочную одеваем снова на эту изнаночную. Вот так вот. Теперь привыть анти немножечко петельку, чтобы вам было удобно. Берем крючок, отлаживаем спицы в сторону, берем крючок и вот так вот подтягиваем. Хорошо, хорошо подтяните эту крайнюю петельку рабочей ниточкой. И теперь делаем 2 воздушные петли. Одна воздушная петля подтянули и вторая воздушная петля. Вот такой буквально небольшой хвостичек оставляем для того, чтобы нам удобно было спрятать. И отрезаем ниточку. Все, нам больше ниточка не нужна. Мы теперь затягиваем хорошо, делаем как бы такой вот узелочек. Теперь снова берем крючок и посмотрите, что у нас получилось. У нас получилось вот такое двойное ушко, внутри пустота. Мы берем, вводим крючок где-то вот здесь вот в уголочек, максимально приближенный вот здесь вот по, скажем так, по расстоянию поближе максимально к вот этому уголочку. Вот так вот сквозь вязание. С одной и с другой стороны крючка не видно. И вытаскиваем вот эту петельку нашу, рабочий хвостик ниточки или хвостик рабочей ниточки. И вот так вот вытаскиваем его в серединку нашего вязания. То есть еще раз обратите внимание, чтобы у вас крючка не было видно ни с лицевой, ни с изнаночной стороны, ни с внутренней, ни с внешней ушка. Вот так, посмотрите, ниточку нигде не видно, все, мы краешек спрятали, теперь мы можем его отрезать, он нам больше не нужен. Мы ниточку спрятали, хвостик, посмотрите, его нигде не видно. Точно так же сделайте и с другой стороны. И теперь у нас остался вот этот хвостик, который мы завязывали по ходу вязания рядом. Мы точно так же вводим крючок, захватываем эту рабочую ниточку хвостик. И продеваем в середину вязания. Где-нибудь вытащите ее буквально через несколько рядочков ниже. Вот так. И теперь тоже у нас ниточка завязана, спрятана. Хвостик можете отрезать, он нам не нужен. В серединку весь его не нужно засовывать, чтобы было красивенько. И теперь для того, чтобы наше ушко было полностью готово, мы делаем жгутик. Как сделать жгутик у меня есть отдельное видео. И обязательно не разрезайте жгутик с другой стороны. У вас должна быть вот такая петелька. Берем ушко лицевой стороной. Посмотрите, у меня шапочка лицевой стороной. Берем крючок. Максимально побольше. Если есть у вас еще больше, можете взять больше. И выводим вот здесь вот чуть выше уголка. Или чуть ниже, если вы перевернуто держите. Вытаскиваем петельку сквозь этот уголочек. И вот эту вот петельку, которая у нас есть, продеваем хвостик жгутиком. Вот так. И хорошо-хорошо подтяните. Точно так же сделаете и другое ушко. У нас получилось вот такое красивое ушко. И вот такой красивый жгутик. Обязательно на жгутике поравняйте вот эти ниточки, чтобы они у вас были красивенькие, ровненькие. И благодаря тому, что мы спрятали кончик, закрепили ниточку, у нас здесь, как вы помните, вот узелочек наш. Его сейчас не видно. Вот все у нас спряталось. Я сделаю точно так же второе ушко. И вот эту ниточку нам, которая, если вы не спрятали сзади, обязательно спрячьте. Точно так же внутри у вас ниточка должна была быть, если вы ее не спрятали. И нам осталось лишь только довязать второе ушко, прикрепить жгутик, поснимать вот эти булавочки и прикрепить наш бубончик или помпончик, как вы привыкли слышать. Вот. Любого диаметра. Тоже видео есть отдельное. Все ссылочки смотрите в описании под этим видео, как сделать помпончик, как сделать жгутики. И все. Мы убираем булавочки, украшаем шапочку на свой вкус. Хотите, можете добавить какие-то бантики, ленточки, пуговички. Можете украсить так же какими-то бусинками. Если вы вязали для мальчика, ничего делать здесь не нужно. Сама по себе шапочка получилась очень красивенькая. Вот. Поэтому не стоит ее ничем отягощать, если это для мальчика. Если для девочки, можете поэкспериментировать. Оденьте какую-то красивую брошку, возможно, или же какие-то, опять же, бусинки. Стразы тоже лепить я не советую, так как эта шапочка будет стираться. Вот. В принципе, наша шапочка готова. Доделываем наши маленькие, скажем так, остаточки. И прикрепляем бубончик или помпончик к шапочке. И наша шапочка готова. По желанию, можете ее намочить, постирать. Я этого делать не буду, так как это новая вязаная красивая вещь. Я вам, в принципе, если у вас ровное все получилось красивенько, не рекомендую ее, в принципе, ничего с ней делать. Ребеночек раз ее оденет, все на голове разровняется и будет все красивенько и аккуратненько. Я надеюсь, что вам было понятно и понравилось. Конечно же, комментируйте, обязательно поставьте лайк. Не забывайте подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok